господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 1137 события дня эпиграф псалом 65 18 если бы я видел беззаконие в сердце моем то не услышал бы меня господь но бог услышал внял глаз умоления моего за 26 января 2019 года наше объявление умерла 42 года дробь вот остались четверо детей муж глухонемой кто желает может помочь посмотреть наши ролики об этом вот здесь четыре ролика как она выпросила 10 лет жизни потом как тут похороны и поминки если ей желание помочь попросили сделать вот адрес показать но идея собрание вот так решили община доверила мне то есть галине александровне собирать хранить эти средства расходуется средства на теле или нужно детей по благословению батюшки отца якима лапкина и по совету лапкина и датья тихоныча и нашего врача яковлева виктора андреевича сейчас покупали там плитки не плитку а там ну что как комбайн такой все это мы выставляем в интернет господи благослови ирмы из испании помогает вас дай и господи добром вот здесь сбербанк и тут статья появилась епископа и в тихе курочкина но по епископ курочкин даже и имя его не указано но иван тимофеевич он пишет 75-летнее снятие блокады ленинграда для меня не последняя дата ведь мой папа получил тяжелое ранение защищая подступы городу на пулковских высотах в минометном расчете видно расчет не безмолвствовал иначе немецкая мина не была бы туда прицелена если бы я во что-то хотя бы оставил советскую власть я бы должен был согласиться что фронтовик тимофей порфирьевич курочкин ничего не сделал для победы для свободы для сокращения страшных дней блокады но ведь это ложь 1960 году папу цинично лишили инвалидности за то что ходит в церковь за то что и детей воспитывает верующими этим где он дискредитирует звание инвалида великой отечественной войны вот каждому слову верю именно так так и было у меня со мной поступали все это тоже мне не отец инвалид войны и каждый год его на комиссию как будто рука прирастет и когда сказали что уже пожизненно отцу доконы там не знаю как благодарил бога и возвращая за все а параллельно с этим ага а параллельно с этим его как хромого человека с явным физическим недостатком уволили из военизированной охраны ишимского мелькомбинаты и до пенсии своей он проработал на телефонном коммутаторе фулиганы позвонили алё свяжитесь со смольным пенсию папе начислили 49 рублей а мне до окончания школы оставалось еще пять лет пенсии 49 рублей это родная советская власть мать родины которой он защищал ну где то есть показывать с первой мировой войны два человека остались как великобритания заботятся советский тут попал в тюрьму в америке это бессрочный курорт сравнение с том что у нас с людьми делают а мне до окончания школа осталось 5 лет а как он должен был кормить хромой и что он думал то человек сказать нельзя более жестокой власти не было сейчас нападает на архипелаг гулаг сложеницы да его поносят отвечать все будут за свои слова архипелаг гулаг и михаил сергеевич горбачев со своей гласностью свалили этого монстра империю лжи я считаю правдивым мое право быть причастным к дню освобождения от блокады многострадальных ленинградцев и тихо радует что мой папа к этому все таки причастен привет с украины слава богу шесть еще такие люди на земле как батюшка игнатий мало таких осталось боголюбивых и смиренных спасибо вам за дело ваше доброе бог с вами с уважением петр интересно это я не знаю то что надо убрать она великах это ролик один бывает смотришь ролик три с половиной миллиона отзывов сколько ни одного на кого отзывать то там бабка лучше сковородку чистить полтора миллиона посетителей или еще что-нибудь там кто-то увидит как бык рогами поддел человека на кориде тариады но это же там много и что-то там говорят 5 миллионов но ни одного отзыва то нет и комментарии то не заблокированы почему ну просто шел посмотрел голову повернул в витрине там фильмы я по магазину прошел телевизор продают и что-то в них показывать я постоял ну что это а здесь конкретно человек в них и вот ролик называется начальство заботиться о нас наша милиция нас бережет 31 августа 2016 года практически уже третий год идет просмотров побольше двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят восемь вот ну дальше что означает канал во свете библии я пропущу смотри сами где надо тормозить и прочитайте вот тридцать девять комментариев комментарии открыты полиция руки в руки стойка блатника но так разве можно вы же все таки защитники закона хоть немного соответствуйте они приехали статью там начинали теперь на нашем канале у вас ищем истинных соратников вот прочитайте я просто продерну и опять тормозните прочитайте это потеряете кому может тут поселиться как и в конце пишу если господь не содержит дома напрасно трудятся строящие его если господь не охранит города напрасно бодрствует страж ну и дальше ты тебя все оставил как есть имя фамилию сами смотрите вот он говорит виталий видят что люди начинают жить развивать поселок живут дружу помогают друг другу а менты как всегда уже поживите или жизнь поломать кому-то сергей пишет игнатий тертый калач эти тупые зря пышится надо было по умнее прислать начальник уголовного розыска приехал тут и все у нас а что снимаете зачем снимаете ну моя территория снимаюсь приехали узнать я буду сейчас продергивать это вы прочитайте сами какие отзывы об этой милиции я буду продергивать считаю вот иван червяк вот здесь вот как говорит кажусь интернет не передать запахи а а появились менты и засмердило говном ой пишет первый то милиционер то в два раза толще деда то а второй в три раза мусорье вонючее аж противно смотреть антихристы в погонах у власти как жить мне очень жаль детский лагерь действительно детский лагерь 45 лет был и наседали наседали и пришлось его ликвидировать 45 лет ни во что ставится как враг народа тысячи детей отдохнули ни копейки государства не вложила за 45 лет ни одного повреждения ну что сказать на это жаль детский лагерь на мне не жаль я основатель его начальник его был 45 лет какая власть все таки какая была такая осталась у власти те же самые мародеры настоящее и люди то все веют а дальше мент охренел менты камер боятся как тюрьмы дед мастерски применяет кесарево кесарево богу я вам флаг вывесил гимн включил что вы еще хотите ярослав пишет так молодец дед игнатий молодец дед грамотно разговаривает вины игнатий перешел дорогу копают черти под него а дальше полиция безграмотная вот что подразумевает статья 239 он и на меня как бы покатил ну ладно я не против что приехали поговорили вот посчитайте эту про эту статью грамотный человек пишет и он говорит представитель закона стыдно не знать это посчитайте дед мусором причесал по ушам те без понтов уехали храни господь вас хорошие ролики особенно для нуждающихся в частной поддержке духа и тела побольше бы таких дедов загадка кто из четверых работают а то я стою их трое сержант а мы тут никита под мост от мозга у дома делаем ну все работаем вдруг подъезжает по деревне ездили нас нашли все таки где мы а мы с другой стороны от дома были вот это да молодцы и вот как горит они пишет загадка кто из четверых работая сержант не в счет как только до прапора дослужится а жара басится разом надо под суд отдать этих ментов полицейские хорошие люди холощев павел видимо один из них грамотный дедушка привет из казахстана как же это поганая власть дрожит за свои хлебные места погонь воровская прислали эту мерзость которой даже камеры боится роман пишет какие-то полицейские это самые настоящие бандиты а по г то есть что организованная преступная группировка оборотни в погонах зачем вы снимаете мы приехали петухи кончены мрази морды что жопы ваша визитка у меня есть а у меня нет своей при себе и это сотрудники полиции прокуратуры стыд и позор комментаторов которые говорят призрак как название такие вот прочитайте местописание и глава пишут с автоматом ссср призрак прошлого ты хоть что-то делаешь добро для кого-то нет точно дедуля ты же делать хоть что-то молодец дед дай бог здоровья тебе и вот между собой они на это уже по-другому уже пошло вячеслав прочитайте в израиле там идет свадьба и девка на девке женится ошалели совершенно еще не буду делать теперь непонятно что она будет делать и время то идет потом будет отциковать ребятишек хватать собак целовать с кошками как это понять по синагогам все это виталий калиников говорит тоже думал об этом вот теперь дальше считайте что говорят один пишет когда яхали к сергею козлову на похороны за стенкой купе какая-то компания всю ночь гремела бутылками материлась и смеялась вот что это за люди сравнение даже с теми кто хочет очистить эту землю таких евреи делает свое дело рогатый неусыпно делает свое грязное дело что нам теперь на него пинят и за все бог его судится в свое время когда не счастливый проклинает сатану то проклинает свою душу виталий мощно вячеслав получилась заснять похороны сергея получилось тут мистика взял камеру с собой нормальную вроде приехали камера не включается хотя заряд есть ладно снимаем на телефоны но думаю вот это ролик что есть сейчас это часть того что я снял на свой микрофон еще снимал брат димитрий на свой и снимал много в основном записи у него то у него когда приехали домой то дай думаю посмотрим что как получилось посмотрели а там просто черные квадратики вместо картинки то и у него такое же брат сразу перекинул их на карту памяти в общем все его съемки теперь не открывается что-то повредилось или во время записи телефон чистый китайский или во время переноса данных никак восстановить пока не получается пробуем еще ну советуются друг с другом тут все так интересно как жаль вот кому обратиться к птишникам карта не ворону видно знакомого все что так всякое бывает то хоть что не будет сохранилась бы снимали дома и на улице во время похорон все испорчено я уже начинаю думать что это кому-то не угодно было только и вот кому именно и почему может в нас сделать я не знаю что и думать ну и дальше как они между собой тут беседует вот разговор весь я выставляю для памяти потом увидите какие были люди у нас а тут один пишет значит вот сергей астахов вчера то это именно такая есть так игнатий тихон еще в курсе дела уверен что он молится за это если есть сомнения походотайствуйте а тут впереди говорили вот давайте игнатия напишем у него молитва доходит до бога и может быть у них там рассекретятся я специально об этом не молился я не знал что у вас такое вот так в телефоне брата все накрылось вот которые друг на друге женщин это женились а кто не лесбиянки что а вот наталья тут и мы пишем если мужчина может быть нормальным мужиком то даже будучи неверующим то ситуация с женой совсем иная тут уже речь идет о рождении свыше ни в каком другом случае жену себе брать не стоит это боль так с вами согласно пишет вячеслав на сто процентов поэтому как игнатий тихонович говорю лучше одному спасаться так свободен для христиала христова дело а я вот что только для детей как белка в колесе работаю и дальше я взял еще один ролик богатол еретики жующие посмотреть 63 тысячи 623 просмотра ну и дальше вот посмотрите вопрос 1924 седьмой том открытым оком вопрос говорят что вы совершенно неисправимый спорщик и полемист вам это не надоело это записка мне в университете поступила как сейчас помню я отвечаю спорщик тот кто не знает сути дела кто же знает истину тот не спорит а возвещает истину я люблю библию верю в ее бодухновенность в авторитет духа святого верю если что-то где-то не по библии это меня уже вызывает на встречу если противоречит тот противник то ему не поздоровится это страшно много требует времени и нервов но я не одинок ну и деяния 17 18 тут и спорили как дальше хорошая статья ответ сиронима стридонского за 15 июня умер четыреста двадцатом году он умер это переводчик вольгата на латинский язык библии кавычки открыты но особенно много горчей не доставила ему его полемика от которой он не мог отказаться и здесь в ефремском удалении от мира и которые он вел с большим подъемом чувства блаженный раним или обречал лиц высказывавших взгляды не согласны с учением церкви или защищал свои воззрения в случае нападок на них со стороны лист расходившись с мнением блаженного отца по известному церковному вопросу и раним убедил августина отказаться от его ошибочного мнения по которому он считал не нужен перевод священного писания с еврейского языка ввиду существования перевода 70 толковников 37 комментарии говорят про этих баптистов там до разное там большой шатер стоит на площади а мы там оказались библиотеке увидели там музыка страшная такая колотит и здоровые бугаи ходят и видно на руках там наколки там и все время пьют и жуют везде все и вот они говорят это волки во вещи шкурит а молодец игнатий тихоныч так их волков позорных облещайте чтобы люди видели врага в лицо спасибо за храбрость вашу ну дальше о нашем канале тут прочитаете как много заселись это сергей как на занятия ходить я уже дальше говорю какой сайт наш сон значит затормозите кого заинтересует а дальше считаете 3467 техотворение здесь наши труды и книги все на наших ресурсах ну и вот опишут начало нового мира вот так поставьте места просчитайте что тут и говорят итак идем дальше рожи как у быков траншейных на них пахать надо валера пишет в зоне ты где-то и вбили в голову ты одно и то же свечи до иконы рожи бандитские спрятать невозможно они говорят брата алексея еще чуть-чуть и он бы принял беру лапкина они на него налетели в сторону дальше молодец дед всегда смотрю его трансляции понимаю что он прав зачем эти сопляки союз свой нос туда куда душой не доросли ну а если ты говоришь дальше бандюки эти секанты бандюки пацаны конкретные какие проблемы гопота да уж эти горе верующих не даже элементарного почтения к старцу ну и дальше что читать говорит какие места внимательно дочитайте да это вместо я не выступали нам благо желает ни одного отрицательного отзыва нету это бандиты бандиты никто из-за верующих не считает вот считай дальше какие отзывы идут все это не церкви вот так наши ресурсы показать можно это вот наш мы первый день чат рулетка ставили подряд снимается но как больше то оказалось там пакость попала и сразу два заявления поступило сегодня убрали и вот николай астахов обработал его и долго долго закачивает три с лишним часа почему так не знаю и ролик то небольшой три часа с лишним три с половиной так ну вот это у вас мой мир и вот наш форум я не знаю сколько сегодня посетителей было вчерашний день если откроется то у меня закачка идет может быть и не откроется мотает на одном месте вот православный видеоканал опять кто-то зашел сегодня это все выставил немножко посещители есть у нас небольшое так то полторы тысячи это уже у нас запредельно много но если больше полмиллиона но такие пустые ролики то там трактористом разговариваем деньги плачуем то вы же же гнездо шершнины но и наш по сети библии православный библейский сайт ну тут море информации и на этом на сегодня все ну тут ну 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 Продолжение следует...